приветствую друзья сегодняшнее видео будет интересно любителям заточки хочу сегодня показать такую штуку тележка от японского производителя вот у меня в общем то нету проблем заточки сразу скажу то есть я умею точить на руках единственно чем я руководствовался когда выбирал то есть не выбирал даже скорее определялся стоит мне с этим вообще связываться или нет это то что бывают моменты когда нужно кардинально поменять геометрию режущей кромки то есть прямой переделать на небольшой радиус либо если лезвие например было куплено да на аукционе или где-то и у него очень маленький угол заточки нужно его резко увеличить но за счет того что получается пятно контакта очень маленькая и сложно держать этот угол чтобы постоянно было касание возле режущей кромки тележка идет вот такой коробки комплекте такая вот инструкция здесь как бы довольно интуитивно и понятно вот и сама штучка значит вот так выглядит да еще в комплекте идет вот такая линейка точилка это только для японских лезвий то есть европейское лезвие сюда не получится вставить приспособа исключительно для лезвий японского рубанка вот это вот шкала да вот это который сейчас я двигаю здесь мы выставляем длину лезвия и соответственно здесь нам понадобится вот эта линейка нужно приложить лезвие обратной стороной и посмотреть какая длина до начала фаски здесь у меня 75 миллиметров есть еще второй такой бегунок здесь который с колесиком вместе двигается то есть по сути из положения колесика да на этом бегунке тоже указано вот угол 28 24 то есть я так понял что эта штука она сделана для того чтобы можно было задать угол от 24 градуса до 28 то есть я честно говоря был немножко удивлен потому что в моем понимании ну как бы разбег он должен быть чуть побольше соответственно мне нужно сейчас при помощи этой линейки смотреть какой у меня градус да на лезвие и соответственно 24 с половиной это где-то вот здесь да я выставляю длину моего лезвия 75 и совмещаю со шкалой 24 с половиной примерно вот и зажимаю вот эта штука это ширина лезвия то есть опять же ширина лезвия у меня 64 миллиметра я здесь соответственно тоже выставляю на 64 вот и все закручиваем вот этим вот белым винтиком ну вот то есть все готово к работе да и вот это вот регулировка это микро настройка угла то есть когда мы крутим изменяется слегка вот сейчас я покажу попробую поймать фокус на видите да что микро регулировка угла вот колесико без подшипника просто на какой-то втулочки вроде как почти не люфтит вот еще из того что как бы бросилась на глаза мне кажется что как бы понятно что эта штука она такая чисто практичная вещь должна быть поэтому как бы не дизайн тут не первая важность дела но глядя на вот эту штуку но как бы у меня такое почему-то первая ассоциация сложилась вот конструктор был у меня в детстве такой металлический там были тоже винтики такие не знаю как вам кажется то есть она стоит довольно приличных денег мне кажется что можно было бы как-то сделать ее но посимпатичнее но как-то из алюминия что ли не знаю ну то есть вот что вам кажется он тоже напишите мне интересно может быть только я так придираюсь ну вот эти вот пластиковые крутилки честно сказать вот вот эта крутилка нам гораздо более уцепистая то есть на счет вот этих вот мелких бороздок да это алюминиевая крутилка мне кажется вот эти все остальные тоже было бы лучше сделать вот таком исполнении потому что цепкость у нее гораздо выше чем вот у вот этих если руки будут мокрые время заточки то я боюсь как будут они не скользили под этим вот крутилкам всем может быть на то и рассчитано чтобы во время работы как бы они наоборот скользили сейчас я пойду попробую в работе по пойду по точу и еще пару своих мыслей по этому поводу выскажу сразу скажу что просто невероятно непривычно держать эту штуку потому что обычно то я держу руками углом здесь надо думать как-то прямо но мне кажется в общем-то достаточно одной рукой это делать но счет при таком хвате надо сказать не чувствуется никакого дискомфорта то есть вот эти два пальца сюда этот сюда этими двумя регулировать нажатия в общем то ну вот в общем то все работает вроде когда можно так же и обратную сторону но работать с обратной стороной тоже то есть не снимая точилку я думал что возможно когда лезвие будет зажата в ней то но будет проблематично из-за ее веса кстати весит она 280 грамм я вчера мне было интересно я зависел то есть 279 грамм нелегкая штучка но в общем то если как бы ее придерживать как я обычно делаю то в принципе словить контакт там где надо не составляет никаких проблем вот вот этого винтика да вот у меня здесь как раз как я сказал есть лезвие хатсухиро да тот же самый знак вы можете видеть на здесь да и вот как раз где написано хатсухиро да то есть если вот сейчас так это у меня 72 миллиметра лезвия то есть выставляем ну да вот руки мокрые все это крутилку фиг открутишь семьдесят восемь и угол и кстати понятия не имею какой у меня здесь угол потому что я точу все время на глаз и сейчас хотя бы узнаю вот кстати угол двадцать семь с половиной градусов я хотел показать то что этот винтик он прямо вот приходится на эту надпись которая по японски называется мей что переводится дословно как но в общем то имя да и вот посмотрите да то есть прямо винтик закручиваете прямо в имя в имя в имя вот как по-вашему это нормально еще вот из-за того что этот винтик просто здесь у него но нет никакой не шайбочки ничего то как раз когда вот такая глубокая здесь глубокий такой штамп есть то все смотрите внимательно вот я закручиваю и вы видите что она смещается лезвие смещается она из-за того что болтик попадает одним краем какую-то высокую часть которая выступает и стремится как бы в глубину до попасть туда или за соответственно смещается то есть вот это конечно недоработка я считаю прям такая серьезная то есть вот я сейчас зажал лезвие но у меня вот здесь два три миллиметра она не достает до вот этого ограничителя это чем не дает это дает мне то что угол у меня сейчас выставлен не тот который я задал здесь такой прям злой рок как точилку хацухиру использовать с лезвием хацухиру да с обычными лезвиями посмотрели вроде все работает еще один аспект мне очень интересен это как будет работать эта штука с закругленной дорожной кромкой если у него такое лезвие частенько им пользуюсь этим рубанком доселе точилу ручную сейчас хочу посмотреть как будет с помощью этой приспособы радиус как будет касание с камнем заодно проверю ровно ли я точил до этого и как бы удобно ли вообще ну радиусную точить все режущие кромки да на эти штуки зажимаем проверяю угол почти совпадает касание у меня вдоль всей кромки значит соответственно точил я более менее четко заусенец больше с этой стороны все заусенец одинаковый по всей кромки это гораздо быстрее должен сказать чем вручную это интересно это интересно то есть надо пробовать конечно непривычно такую штуковину держать в руке но пользоваться довольно удобно вот на этом я наверное сегодня закончу если какие то у вас есть вопросы да по этому поводу пишите я думаю к тому времени я уже сложу какое-то более-менее внятное впечатление но на этом все спасибо за внимание пока